Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш сегодняшний вебинар, посвященный, наверное, можно так назвать, отдельному подтипу рака молочной железы, хотя это достаточно спорное с точки зрения фундаментальности понимания, является ли БРК-ассоциированный рак молочной железы отдельным подтипом, но основываясь на особых характеристиках пациентов, имеющих БРК-мутации, основываясь на особенностях течения и возможностях лечения, выбора объема хирургических вмешательств, наверное, мы можем говорить о том, что БРК-ассоциированный рак молочной железы – это отдельный подтип, требующий особого подхода. У нас сегодня будет возможность поговорить о возможностях, о вариантах лечения рака молочной железы с наличием герминальных мутаций в генах БРК-1 и 2, как метастатического, так и раннего. Но начнем мы, наверное, с основ, начнем мы с того, как мы пришли к пониманию современных возможностей лекарственного лечения рака молочной железы с герминальными мутациями БРК-1 и 2 от клинических исследований к реальной клинической практике. И, пожалуйста, первое выступление будет мое. Я Жукова Людмила Григорьевна, думаю, что многие меня знают. И попробую очень коротко, но емко рассказать, как происходило понимание возможностей лечения БРК-ассоциированного рака молочной железы, как это все начиналось и во что это вылилось. И на основании чего мы можем говорить о том, что есть действительно особый подход для лечения этого варианта рака молочной железы. Мы все привыкли к тому, что в зависимости от особенностей опухолевой клетки, от экспрессии на ней рецепторов эстрогена, прогестерона, HER2, мы можем выделять подтипы люминальный А и Б, люминальный Б, HER2 позитивный, HER2 негативный, тройной негативный. Но есть и другие характеристики, которые позволяют определить особенности течения заболевания, прогноз этого заболевания. И, соответственно, появление специфических вариантов лекарственного лечения позволяет нам говорить о том, что среди всех пациентов, имеющих диагноз рак молочной железы, пациенты, у которых рак молочной железы ассоциирован с герминальными мутациями в генах БРК1 или 2, имеют отличительные особенности. Первая из них – это возраст инициации заболевания. Где-то на 20 лет раньше, чем в общей популяции, диагностируется рак молочной железы при наличии БРК-мутации. Эти опухоли по своей морфологии, как правило, имеют не специфированный инвазивный вариант и имеют более низкую дифференцировку. Частота встречаемости у них G3 по степени злокачественности значимо выше, чем в общей популяции. По своей биологии эти опухолевые клетки, развившиеся вследствие поломок в генах БРК1, имеют большую тропность к центральной нервной системе. Так получается, что частота встречаемости метастазов ЦНС при БРК-ассоциированном раке молочной железы одна из самых высоких – более 50%. Более того, по своей биологии метастазы, которые обнаруживаются в центральной нервной системе у пациентов, имеющих БРК-ассоциированный рак молочной железы, в подавляющем большинстве случаев являются тройными негативными по своему фенотипу и требуют особых подходов к лекарственному лечению. Ну и понятно, что при БРК-ассоциированном характере мы значимо чаще видим контрлатеральные раки молочной железы, что, в общем-то, на сегодняшний день и определяет особый взгляд хирургической активности для этих пациентов, в частности, обсуждение риск-редуцирующих массы к томии до момента выявления в них уже развившегося рака, риск-редуцирующий аварии к томии и так далее. Также при БРК-ассоциированном раке молочной железы мы чаще видим развитие рецидивных опухолей в ткани оставшейся молочной железы, что, опять же, определяет особые подходы к хирургическим вмешательствам при таком подтипе ракомолочной железы. Анализ выживаемости пациентов, имеющих герминальные мутации в генах БРК-1 и 2, позволяет нам говорить о том, что само по себе наличие этих мутаций определяет худший прогноз течения заболевания и худшую общую выживаемость, которая наиболее ярко выражена, это снижение у пациентов, имеющих именно мутации в гене БРК-1. Мутации в генах БРК-2 не столь катастрофически ухудшают прогноз и снижают общую выживаемость, но также по сравнению с популяцией больных, у которых спорадический рак молочной железы, мы видим, что общая выживаемость этих пациентов почти в полтора раза меньше, чем в общей популяции, а у пациентов с БРК-1 мутациями почти в три раза меньше. Длительное время активно обсуждалось, и это было показано во многих исследованиях, что при БРК-1 мутации чувствительность опухоли к химиотерапии просто феноменальная. Это было продемонстрировано в большом количестве исследований неоадювантных, и любой вариант химиотерапии позволял в значимо большем проценте случаев ожидать достижения полной морфологической регрессии опухоли. Тем не менее, ни один из вариантов химиотерапии, режимов этих химиотерапии, хотя именно такой подход по-прежнему является превалирующим при выборе онкологами варианта лечения этих пациентов, не оказался настолько хорош, чтобы выделить его как предпочтительный для терапии БРК-ассоциированного рака молочной железы, и по-прежнему основную основу лекарственного лечения пациентов, имеющих БРК-ассоциированного рака молочной железы, составляют химиотерапия, и даже препараты платины, на которые мы возлагали самые большие надежды, не оказались настолько хороши, чтобы сказать, что именно платино-содержащая химиотерапия предпочтительный режим лечения пациентов с БРК-ассоциированным раком молочной железы. Когда копнули глубже и появилось понимание, почему так происходит, и почему стандартные варианты химиотерапии не могут оказать такого существенного влияния, которое мы хотели бы увидеть, оказалось, что в случае наличия дефектного гена БРК, отвечающего, в общем-то, за восстановление поврежденной ДНК, к сожалению, невозможно, поскольку включаются другие альтернативные пути, не могут включиться другие альтернативные пути восстановления, и результатом такого процесса является либо гибель клетки, что, к сожалению, не происходит, или развивается геномная нестабильность и имеются основы для развития опухоли. Важная роль в этих альтернативных процессах, которые должны включаться в случае дефекта генок БРК, относится и принадлежит к специальным белкам полиаденозинфосфата, рибозополимеразы, которые мы уже привыкли к аббревиатуре ПАРП, но блокирование ПАРП дополнительное, мы можем, имея дефектный ген БРК, мы можем как бы с двух сторон препятствовать восстановлению ДНК в случае ее поломок и предполагать иной возможность воздействия на опухоль, ассоциированную с дефектами в генах БРК. ПАРП-ингибиторы, созданные специфически для того, чтобы блокировать вот эти белки ПАРП, которые могут альтернативно в случае дефекта в гене БРК участвовать в репарации поврежденной ДНК, могут действовать двояко. У них два основных механизма действия. Первое из них – это прямое физическое блокирование белка ПАРП. Но, помимо этого, имеется возможность создания так называемой ПАРП-ловушки, когда белок ПАРП с заблокированный ПАРП-ингибитором, встраивающийся в поврежденную ДНК, создает комплекс, который препятствует восстановлению поврежденной ДНК и теоретически может приводить к гибели опухолевой клетки, к так называемому развитию процесса синтетической летальности. Но это все было теоретические основы, это было все на доклинических моделях, предполагалось, что так будет работать. А первое подтверждение такому подходу, что ПАРП-ингибитор может быть эффективен и более эффективен именно у пациентов, имеющих БРК ассоциированный рак молочной железы, было изучено и подтверждено в исследованиях уже третьей фазы. Исследования два было для двух используемых на территории Российской Федерации ПАРП-ингибиторов Алапариба и Талазапариба, исследования Олимпиад и исследования МБРАКа, очень схожих по дизайну и по количеству и включенных больных, и по группам сравнения. Но мы остановимся на исследовании Олимпиад, в рамках которого пациенты, имеющие подтвержденный метастатический рак молочной железы с известной герминальной мутацией БРК-1 или 2, независимо тройной негативный или люминальный, после предшествующей терапии, причем допускалась предшествующая терапия в виде только нео- или адювантного лекарственного лечения. Для пациентов, имеющих люминальный фенотип опухоли, предполагалось обязательное предшествующее использование стандартных на то время вариантов эндокринотерапии и исчерпанности этих возможностей. Единственным, кого не могли включать в это исследование, это пациенты с хербопозитивным раком молочной железы. В соотношении 2 к 1 пациенты рандомизировались на получение аллопориба в дозе 600 мг в сутки в виде таблеток. До этого изучалась капсульная форма препарата, там другая дозировка. И терапия по выбору врача. В качестве наиболее часто используемых вариантов по выбору врача были капицитабин, рибулин и винарибин. Выбор этот основан теми предпочтениями врачей, которые были на время активного набора пациентов в исследовании. Это 2015-2017 годы. Первый же анализ эффективности аллопориба в сравнении с терапией по выбору врача продемонстрировал, что аллопориб достоверно увеличивает время до прогрессирования, увеличивает выживаемость без прогрессирования. Абсолютные различия медианы времени без прогрессирования составили 2,8 месяцев, но снижение относительного риска прогрессирования, которое было продемонстрировано в этом исследовании, составило более чем 40%, на 42% было фиксировано снижение относительного риска. А в отношении 6-месячной, 1-годичной выживаемости без прогрессирования были продемонстрированы практически двукратные различия, подтверждающие преимущества аллопориба над другими вариантами стандартных подходов лечения предлеченных пациентов, позволившие получить аллопорибу официальное одобрение применения для лечения пациентов, имеющих бракоассоциированный херба негативной рак молочной железы, прогрессирующих на фоне или после проведенных стандартных вариантов лекарственного лечения. Уникальностью такого подхода оказалась неожиданная частота объективных ответов. Мы впервые увидели, что только за счет одного компонента, только за счет одного препарата, я говорю о аллопорибе, удавалось добиться объективных ответов более чем у 60% больных. Подобную частоту объективных ответов до этого мы видели только при использовании комбинаторных режимов с использованием препаратов платина и токсанов плюс бево-цизумаб, позволяющих ожидать при таком подходе порядка 70 с лишним процентов частоты объективных ответов, но ценой совершенно другой токсичности. Оказалось, что аллопориб одинаково высокоэффективен как у пациентов с гормон позитивным, так и с тройным негативным раком молочной железы, как получавших предшествующую лекарственное лечение, так и не получавших, а получающих аллопориб де-факто в варианте первой линии, как при мутациях в генах БРК-1, так и при мутациях в гене БРК-2. Под анализ выживаемости без прогрессирования в зависимости от заранее запланированных подгруппах показал, что аллопориб по сравнению с терапией по выбору врача одинаково эффективней, как у пациентов, как я уже сказала, с гормон позитивным, так и с тройным негативным раком молочной железы, как у пациентов с мутациями БРК-1, так и БРК-2, как у возрастных, старше 65 лет, так и у более молодых, как и пропиоидной, так и в других расовых распределениях, что очень важно при планировании последующих вариантов лечения у этих пациентов. Несмотря на то, что все-таки аллопориб имеет свои специфические нежелательные явления, напомню, это прежде всего гематологическая токсичность в виде анемии, тошнота, было показано, что лишь менее 5% больных прекратили лечение вследствие нежелательных явлений. По сравнению с более чем 7,5% у больных, получающих терапию по выбору врача, напомню, что это в основном были монорежимы химиотерапии. Несмотря на это, было показано, что время до ухудшения общего состояния у пациентов, получающих аллопориб по сравнению с терапией по выбору врача, длительность сохранения приемлемого качества жизни и улучшения этого качества жизни у аллопориба было не сопоставлено. Лучше и больше это время, чем у пациентов, получающих стандартные варианты лекарственного лечения по результатам анализа в исследовании Олимпиад. И, конечно же, полученные в рандомизированном исследовании данные позволили препарату быть одобренным по показанию применения у пациентов, имеющих герминальные мутации в ген от БРК-1 и 2, получавшие предшествующее лекарственное лечение согласно принятым стандартам. Но мы всегда с опаской определенной, основываясь, конечно, на доказательной медицине, понимаем, что не всегда в реальной клинической практике, когда мы используем ту или иную лекарственную опцию у тех пациентов, которые окружают нас в повседневной жизни, мы всегда очень ждем подтверждения данных, полученных в рандомизированных исследованиях, в исследованиях реальной клинической практики. И на сегодняшний день Аллапарик может похвастаться тем, что он подтвердил свою эффективность в исследовании третьей В-фазы, в исследовании, явно приближенной к реальной клинической практике, исследовании Люси. И мы сегодня можем вам уже продемонстрировать результаты исследований Люси с сроком наблюдения за пациентами более чем 2 года. Исследование Люси – это исследование клинической эффективности и безопасности Аллапариба в условиях реальной клинической практики, предполагающее назначение Аллапариба по тем регистрационным показаниям, которые нам всем хорошо известны. Анализ проведен у 256 пациентов и уникальностью исследования Люси еще является то, что в этом исследовании было 3 пациентки, имеющие не герминальные, а соматические мутации в генах БРК-1 и 2. Пока мы говорим только о том, что Аллапариб одобрен для применения у пациентов с герминальными мутациями и развившимся раком молочной железы, но этот задел позволяет нам в перспективе расширить наш поиск таких пациентов, для которых есть высокоэффективная лекарственная опция. В отличие от регистрационного исследования Олимпиад в исследовании Люси, а это уже наша повседневная практика, было включено энное количество больных, имеющих и КОК не 0,1, а 2, то есть более тяжелое общее состояние. Почти все пациенты, конечно же, получали предшествующую терапию антрациклинами и токсанами, но в исследовании Люси уже было значимо больше пациентов, которые получали аллопарит в де-факто первой линии лечения метастатического рака молочной железы. В исследовании Олимпиад таких больных было всего треть, а в исследовании Люси их было уже более половины. Следует сказать, что даже по результатам исследования Олимпиад было продемонстрировано, что аллопарит, назначенный в более ранней линии, а именно в первой линии лечения метастатического рака, демонстрировал достоверно лучшие результаты по сравнению с терапией по выбору врача и даже по труповому анализе по линиям, также было продемонстрировано его большая эффективность при более раннем назначении. По результатам оценки медианы времени беспрогрессирования в исследовании Люси было продемонстрировано даже большее в цифровом исчислении медиана времени беспрогрессирования. Напомню, в исследовании Олимпиад по оценке независимого комитета эта цифра составила 7 месяцев, по оценке исследований 7,8, а в исследовании Люси медиана времени до прогрессирования составила 8,2 месяца. А медиана общей выживаемости, напомню, в исследовании Олимпиад она составила 19,3 месяца, но исследование Олимпиад имело меньшую медиану наблюдения на момент А на момент заключительного анализа общей выживаемости в исследовании Люси это было почти 25 месяцев, то есть почти на 6 месяцев больше, чем в исследовании Олимпиад, почти 2 с лишним года медиана общей выживаемости при использовании Аллапариба в реальной клинической практике, на мой взгляд, подтверждает обязательность присутствия этой лекарственной опции в лечении пациентов с герминальными мутациями в геновиде. Также было показано, что в реальной клинической практике исследование Люси демонстрирует, что более 50% пациентов были живы через 2 года и более 18%, то есть практически каждый пятый, не имели признаков прогрессирования через 2 года лечения Аллапарибом. На мой взгляд, это очень важный результат, позволяющий нам делать выбор в ту или иную сторону из большого количества возможностей лекарственных опций для пациентов, имеющих перкассоциированный рак молочной железы. Также при оценке объективных ответов исследование Люси несколько отличалось от результатов продемонстрированных исследований Олимпиад, но напомню, исследование Олимпиад предполагало пациентов, имеющих измеряемое проявление болезни. В реальной клинической практике мы не всегда можем похвастаться тем, что у каждого из пациентов, который приходит к нам на лечение, имеются обязательно измеряемые проявления болезни, поэтому исследование Люси оценивалось частота клинической пользы, эффективности. И, тем не менее, и в реальной клинической практике аллопариб позволяет рассчитывать на почти 50% частоту клинического ответа, а медиана продолжительности этого ответа в реальной клинической практике оказалась даже чуть выше, чем в рандомизированном исследовании Олимпиад. Как и в исследовании Олимпиад, в исследовании Люси было подтверждено, что аллопариб работает вне зависимости от подтипа опухоли, как у больных с тройным негативным, так и с гормонопозитивным хербонегативным, брокосцерном, раком молочной железы. И, опять же, мы видим, что цифры, касающиеся медианы выживаемости без прогрессирования в исследовании Люси, были достаточно высокие, и они были чуть выше, чем те, которые были продемонстрированы в исследовании Олимпиад. Как и в исследовании Олимпиад, в исследовании Люси было показано, что эффективность препарата напрямую зависит от линии терапии. В первой линии лечения метастатического процесса мы можем ожидать большую медиану времени без прогрессирования и, что очень важно, большую медиану общей выживаемости, которая в исследовании Люси составила 27,4 месяца. Это важный момент, который позволяет, опять же, отдавать предпочтение и выбору в пользу ПРТ-ингибитора у пациентов с бракоассоциированным раком молочной железы максимально в раннюю линию. В зависимости от предшествующей терапии платинами и в исследовании Люси было продемонстрировано, что препарат работает и там, и там, но у пациентов, не получавших предшествующую терапию платиносодержащими схемами, ожидаемое медиана времени без прогрессирования все-таки выше, чем у пациентов, которые успели получить платиносодержащую предшествующую химиотерапию. В совокупности данных исследования Люси по сравнению с исследованием Олимпиад демонстрируют по меньшей мере не худшие, а по ряду показателей значимо лучшие результаты эффективности, касающиеся медианы времени до прогрессирования, предпочтительное гибонозначение в более ранних линиях, я говорю о первой линии назначения. Эффективность была подтверждена как для тройного негативного, так и для гормон позитивного рака молочной железы и было еще раз продемонстрировано предпочтительность и более длительное время до прогрессирования общей выживаемости при более раннем назначении и без предшествующей химиотерапии платиносодержащими режимами. В исследовании Люси было включено, как я уже сказала, три пациента с соматическими мутациями генов БРК, которые продемонстрировали свою эффективность и результаты были абсолютно сопоставимы с общей популяцией с герминальными мутациями в отношении медианы времени без прогрессирования и медианы общей выживаемости. Это уникальная информация, требующая накопления опыта применения у пациентов и с таким видом мутации. В отношении переносимости мы можем только одно сказать, что с накоплением опыта мы учимся снижать частоту и глубину ожидаемых нежелательных явлений. В реальной клинической практике не было получено никаких новых сигналов по безопасности, а по длительности применения исследования Люси и исследования Олимпиад были абсолютно сопоставимы. Частота нежелательных явлений была меньше, чем в исследовании Олимпиад, а частота отмены лечения по нежелательным явлениям уже была даже чуть ниже, чем в регистрационном исследовании, что подтверждает понимание, что с опытом применения переносимость и длительность применения препарата становятся только лучше. Как я уже сказала, глубина и частота наиболее ожидаемых нежелательных явлений в исследовании Люси была не выше, а даже ниже, что позволяет нам говорить, что и в реальной клинической практике, и у более тяжелой популяции пациентов препарат может быть имеет предсказуемую и управляемую токсичность, что позволяет нам использовать его в повседневной практике. Данные, полученные в исследовании Люси, подтверждают клиническую эффективность Аллапариба в условиях реальной клинической практики у пациентов с ЕР2 негативным лицетатическим раком молочной железы с мутациями в генах БРК1 и 2. И исследование Люси дает нам дополнительные доказательства того, что Аллапариб является эффективным, альтернативным нехимиотерапевтическим методом и, наверное, предпочтительным должен стать методом лечения больных с мутациями в генах БРК1 и 2 и заставляет нас шире смотреть на эту проблему. И, как вы уже знаете, препарат находит уже сейчас свое место и в более ранних фазах развития болезни. Я говорю о адювантном лечении, о котором, конечно же, нам расскажет сегодня Ирина Егоровна Нигматулина, а может быть, даже несколько слов скажет уже и о московском опыте. Использование Аллапариба в адювантном лечении очертит нам популяцию пациентов, которые действительно нуждаются в назначении этого высокоэффективного препарата в постно-адювантном режиме. Поэтому я с удовольствием передаю слово Нигматулиной Ирине Егоровне. Добрый день. Мне бы хотелось представить клинический случай применения Аллапариба в адювантной терапии прежде негативного рака молочной железы при неполном морфологическом ответе. Пациентке на момент установки диагноза был 41 год, совершенно сохранной, без каких-то значимых сопутствующих заболеваний. Был выявлен только многоузловой болезопомиома матки. Она самостоятельно обнаружила уплотнение в обеих молочных железах осенью прошлого года, в связи с чем была обследована, и по данным обследований была выявлена синхронная опухоль левой и правой молочных желез. У пациентки отягощенный семейный анамнез, у ее отца был рак простаты, а у тети был рак молочной железы, который был диагностирован в 35 лет. Пациентка была комплексно обследована, была выполнена биопсия образования веих молочных желез, и по данным гистологического и иммуногистохимических исследований были получены следующие данные. В правой молочной железе инвазивный рак неспецифического типа, трижды негативный, ки-67-85%, клиническая стадия Т2Н0М0. В левой молочной железе инвазивный метапластический рак молочной железы с хондроидной дифференцировкой, с очаговой лимфоидно-клеточной инфильтрацией строма, также трижды негативный, ки-67-90%, и клиническая стадия Т1Н0М0. Было проведено молекулярно-генетическое исследование, по данным которого выявлены гетерозиготные мутации в гене БРК-1. В декабре 2021 года решением онкологического консилиума было показано на первом этапе проведения нео-антивантной химиотерапии с последующим хирургическим лечением, затем лучевой терапией и по результатам достижения морфологического регресса решения вопроса о назначении азивантной терапии, а также о профилактической аварии ктомии в плановом порядке в связи с выявленной мутацией в генах БРК. Из декабря 2021 года до марта 2022 года у пациентки было проведено 4 курса химиотерапии по схеме АЦЭП в дозу уплотненном режиме. После первого курса у пациентки была фибрильная нитропиния, купированная антибактериальная терапия и в последующие курсы, как и в первый курс, в принципе, пациентке проводилась терапия на фоне применения колонии стимулирующих факторов. Далее с марта по май 2022 года было выполнено 12 введений химиотерапии по схеме ПАКЛИТОКСЛ и КАРБОФЛОТИН, оба препарата в еженедельном режиме. По данным, после проведения неодевантной химиотерапии, у пациентки отмечался выраженный клинический ответ в виде полного отсутствия опухоли в правой молочной железе и сохранения небольшого очага уплотнения менее 1 см в левой молочной железе. И 12 мая у пациентки была выполнена двусторонняя мастектомия, подмышечная лимфоденектомия с одновременной реконструкцией молочных желез. По данным послеоперационного гистологического исследования, в правой молочной железе опухолевые клетки и достоверные признаки ложу опухоли в пределах исследованного материала выявлены не были. 14 фрагментов ткани лимфатических узлов без метастазов. В левой молочной железе метапластический рап с умеренным орфологическим регрессом после лечения, 17 фрагментов ткани лимфатических узлов без метастазов, а индекс объема остаточной опухоли RCB2. И учитывая неполный морфологический регресс, пациентке была назначена одевантная терапия капицитабином. И с июня 2022 года до августа пациентке было проведено 3 курса. Терапию капицитабином пациентка переносила довольно тяжело. Помимо гастроэнтерологической токсичности, у нее также наблюдалась и гематологическая токсичность в виде нейтропинии ГРЭЙ-3, что потребовало терапии колонии стимулирующими факторами. И учитывая гематологическую токсичность, пациентка была обсуждена на городском онкологическом консилиуме. И с учетом наличия мутации в гене БРК-1, развитием токсичности на фоне приема капицитабина, было рекомендовано включение пациентки в наблюдательное исследование одевантной терапии Алапариба. Почему же пациентке проводилась такая терапия? Мы знаем по данным исследований КРЕИТ-Х, что пациентки, которые не достигли полного морфологического регресса на фоне неодевантной терапии, получают преимущество при назначении капицитабина в одевантном режиме. И большее преимущество получают пациентки с трижды негативными формами. И мы видим, что есть преимущество как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости. Также по данным исследования Олимпия, мы знаем, что пациенткам с герминальной мутацией БРК-1 и 2 возможно применение Алапариба в одевантной терапии. Если мы посмотрим на критерии включения в данное исследование, то увидим, что большинство пациенток имели мутацию в гене БРК-1. Пациентки могли получать как одевантную, так и неодевантную терапию. У меньшей части пациенток были назначены препараты платины и также включались пациентки как с гормонопозитивными, так и гормоннегативными опухолями. И в этом году были опубликованы обновленные данные выживаемости без инвазивного заболевания. И мы видим, что у пациенток при применении Алапариба в одевантном режиме риск рецидива заболевания снижается на 37%. Но что же делать нам с пациентками с герминальной мутацией БРК? Что же им назначить в первую очередь? Капицитабин или Алапариб? Этот вопрос на сегодняшний день остается открытым. И мы видим, если сравнить эти графики, то мы видим, что пациентки получают значимое преимущество при назначении капицитабина, но тем не менее у нас нет прямого сравнения Алапариба и капицитабина в однородных группах для того, чтобы мы могли точно сказать, какой же препарат нам назначить в первую очередь. По данным исследования Олимпиад, да, 35% пациенток назначался капицитабин. И мы знаем, что при метастатическом заболевании назначение Алапариба имеет большее значение. Но поскольку в исследовании CreateX отдельно не закладывалась группа пациенток с трижды негативными опухолями и мутацией БРК, для того, чтобы понять, что же назначать в первую очередь, нам нужны дополнительные исследования. Назначать ли эти препараты одновременно вопрос тоже сложный, поскольку оба препарата имеют перекрестную гематологическую токсичность и, наверное, в данной ситуации переносимость будет довольно тяжелой. Но учитывая, что пациентки в исследовании Олимпия могли получать Алапариб через 18 месяцев после хирургического лечения, у нас есть опция, например, сначала назначить капицитабин в течение 6 месяцев, а затем Алапариб. Но все это, конечно, требует дальнейших исследований и прямого сравнения препаратов в группе адевантной терапии. С сентября этого года пациентка, получая терапию Алапарибом, ее состояние абсолютно удовлетворительное, она ЭКОК-0, активно работает, ведет максимально привычный образ жизни, как и до заболевания. Переносит терапию удовлетворительно, значимых осложнений выявлено не было, и по данным контрольного обследования нет признаков рецидива заболевания. Спасибо за внимание. Я в дополнение к представленному вами случаю, кстати, обращаю внимание, что пациентка с не просто обычным, не специфицированным раком молочной железы, а сложным, пластическим, с контрольной метаплазией, с ожидаемо плохим ответом на неоадювантную химиотерапию, получила уникальную возможность отвоевать, во всяком случае, по времени развития возврата инвазивного заболевания, месяц, а может быть и годы жизни. На сегодняшний день, начиная с... за этот год, в рамках реализации московской наблюдательной программы, уже восемь пациенток получают аллопориб в качестве постнеоадювантного лечения при подтвержденном мутационном статусе в генах БРК-1 и 2 у тех, кто не получил полного морфологического регресса опухоли, у пациенток с стройным негативным фенотипом. Нами была выбрана именно эта популяция пациенток, как не имеющих, в общем-то, других высокоэффективных, доказанной эффективностью лекарственных опций для увеличения шансов на излечение или отсрочеку возврата болезни. Ну и также, пользуясь случаем, могу сказать, что вы спросите, а почему выбрали именно эту популяцию? Гормон позитивные БРШ-ни, имеющие остаточную резидуальную опухоль, группы высокого риска после неодевантового лечения в рамках московских наблюдательных программ имеют возможность у нас сейчас получать объем от СКВИП, но это, видимо, темы наших будущих вебинаров. Спасибо большое, Орина Егоровна, за представленный случай и за то, что вы поверили и используете эту лекарственную опцию для наших пациентов. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами, потому что у нас сейчас представление еще одного клинического случая Михаил Евгеньевич Иванников из Балашихи представит нам таргетную возможность терапии препарата Малопориб у пациентов с гормон позитивным, которые, в общем-то, тоже часто бывают БРК ассоциированными. Пациентки, пожалуйста, Михаил Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я очень благодарен вам за предоставленную возможность в целом поделиться опытом и за предоставленную вами мне на сегодняшний день вот эту емкую информацию касаемо терапии Малопорибом и вот это вот, что мы уже вот-вот зайдем в адевантное лечение данным препаратом. Мой клинический случай будет именно о метастатическом раке молочной железы, гормон позитивном, КР2 негативном. Это такой обзорный слайд, но дебют заболевания произошел у пациентки с 2013 года. Был выявлен рак правой молочной железы, третья астадия, пациентка 64 лет. Вот такое вот заключение было сделано, что экспрессия эстрогенов положительная, прогестеронов положительная, экспрессия КР2 слабо выраженная. Ну, догадываюсь, что в баллах не могу, пускать, наверное, это один плюсик, и вот КИИ-40, руминальный ПТ. На тот момент была сделана радикальная мастэктомия справа, гистологический инвазивный протоковый рак второй степени злокачественности. Была проведена химиотерапия согласно стандартов 2013 года, 6 курсов химиотерапии, доксорубицин, циклопосфан, и далее лучевая терапия, плюс эндокринная терапия анастрозолом до 2020 года. При контрольном обследовании в 2020-м в июле были выявлены метастазы в лимфоузлы. Докторами было назначено дополнительное исследование ПЭТКТ, где выявили метаболически активные лимфоузлы справа, а также внутригрудной лимфоузел справа. Была выполнена трепанобиопсия, подтвердилась люминальность по-прежнему уже в баллах, рецепторы эстрогена 8, прогестерона 6, по-прежнему слабо выраженная, ну как это сейчас уже, ультралов называется, да, ики 35%. Не знаю, по каким причинам, но данной больной была выбрана терапия полуэстрантом в монорежиме. Предположу, что данное назначение было сделано ввиду отсутствия препаратов-магибитров СДК-4,6, предположение мое. И при контрольном обследовании в марте 21-го года у пациентки прогрессирование, она попадает ко мне на прием в виде картины. Но в целом распространенность достаточно небольшая, и думаю, сейчас я все это дело быстро назначу ингибитор СДК-4,6, добавлю литрозол снова, и нагрузка опухолевая не такая большая, и все будет хорошо. Но к моему, так сказать, разочарованию, буквально в августе, спустя 3-4 месяца терапии, мне вот такое приходит заключение контрольного обследования, прогрессирования, в виде увеличения размеров, активности усиления. И при этом приходят еще и данные мутации генов BRCA, появляются мутации герминальных гениам BRCA1. Пациентка выносится на онкологический консилиум, и с сентября 2021 года пациентка получает аллопарин в дозе 300 мг два раза в сутки, срок лечения до прогрессирования или неприносимой токсичности. Контрольное исследование в ноябре. Динамика. Регресс патологической гиперфиксации лимфоузлах надключичной, акселярной области, уменьшение размеров. То есть хороший частичный такой ответ уже при первом контрольном исследовании. Пожалуйста, вот демонстрация. И сейчас последнее исследование, которое пациентка мне продемонстрировала буквально недавно. Все сохраняется. Я думаю, что это хороший, полный метаболический ответ. Терапия на сегодняшний день уже более 16 месяцев аллопарибом. Это даже превосходит, наверное, результаты того исследования Люси в реальной клинической практике по медиадингу выживаемости без прогрессирования. Хочется отметить, что в целом препарат не требует на сегодня редукции доз, переносится удовлетворительно. Гематологической токсичности не отмечено. В этом случае ей действительно, наверное, может быть, везунчик оказалось. Но планируем, конечно, дальше продолжать наблюдение, лечение данной больной. Контрольно-обследование у нас уже запланируем на 2023 год, на начало 1 февраль. Скорее всего, мы с ней, надеюсь, встретимся. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Михаил Евгеньевич, что поделились своим опытом собственным. А у меня к вам вопрос. А что вас заставило все-таки отправить ее на тестирование мутации генок БРК1-2? Ну, Григорий Иванович, вообще у меня, я сегодня всех пациенток с метастатическим процессом молочной жизни... То есть вы внимательно читаете клинические рекомендации? Я обязательно всех на сегодня тестирую. Просто данная пациентка, к сожалению, а может быть и, собственно, к счастью, была отправлена немножечко не вовремя. Но я, прежде чем назначить еребоциклик, уже тогда в консилиуме включил в назначение обязательное определение мутации в гене Пиктрисиэй и обязательно мутацию Берсей. То есть... Но с Пиктрисиэй история негативная, с Берсей позитивная. Поэтому в любом случае всем пациенткам сегодня стараемся максимально, как можно раньше назначить это вот исследование, если это возможно, особенно в рамках русского, чтобы это было бесплатно. Очень здорово, что вы на этом сакцентировали внимание, потому что в клинических рекомендациях, вот сейчас, которые готовятся к обновлению, обновляются, будет еще раз жестко оговорено, что для пациентов, имеющих метастатический рак молочной железы, одной из обязательных диагностических опций должна являться определение герминальных мутаций в генах БРК 1 и 2, причем вне зависимости от подтипа заболевания, за исключением ХР2 позитивного. Это связано с тем, что, как мы знаем, до 15-20% среди трижды негативных имеют эту мутацию, и около 6%, даже, наверное, 10% среди гормон позитивного ХР2 негативного рака молочной железы также оказываются БРК ассоциированиями. И если ранее не было проведено это тестирование, сейчас, к счастью, очень многие молодые, особенно барышни, получают это тестирование еще на этапе первичного установления диагноза, требует обязательного определения БРК мутаций, что открывает возможность этим пациенткам. Кстати, пациентов тоже, мальчиков забывать не надо. Они, сами знаете, рак молочной железы у мужчин чаще являются БРК ассоциированным, БРК-2 чаще всего. Появляется у этих пациентов возможность получения высокоэффективной лекарственной опции, особенно, когда речь идет о необходимости быстрого и глубокого достижения объективного ответа. Поэтому, Михаил Евгеньевич, прям достойно уважения ваша пытливость, пытливость вашего ума и правильность применения выбора лекарственных опций для конкретных клинических ситуаций. Спасибо вам большое. Людмила Григорьевна, а можно мне вопрос задать? Вы сегодня коснулись очень интересной темы, как назначение Лопариба Бадью Ванты. Насколько я знаю, в рекомендациях, которые сейчас переизданы, уже там есть сносочка? Ну, в практических рекомендациях есть. Мы сейчас работаем над тем, чтобы это попало в наши клинические рекомендации, которые на рубрикаторе уже рекомендации. И там, я очень надеюсь, эта опция будет. Да, вот и у меня в связи с этим вопрос, все-таки при наличии резидуальной опухоли, и доктор вот перед этим затронула, капицитабин мы будем назначать, либо же сразу мы будем назначать Лопариб при выявлении мутации. Что мы будем делать с капицитабином? Ну, учитывая, что все мировое сообщество не смогло прийти к какому-то единому соглашению в отношении предпочтений у пациенток, имеющих тройно негативный рак молочной железы, бракосцированный с резидуальной опухолью после неоадюванта, для себя, между экспертами, принимающими участие в написании клинических рекомендаций, мы негласно договорились, что мы не будем использовать опцию капицитабина, а будем этим пациентам рекомендовать применение Лопариба в качестве постнеоадюванта, а для пациенток, не имеющих герминальной мутации, конечно же, у нас остается пока только единственное, это использование капицитабина. Но для тех пациенток, которые уже сейчас пошли на капицитабине, и у них есть герминальная мутация, мы, конечно же, оставляем возможность по нашим рекомендациям дополнительно после окончания постнеоадюванта капицитабином использовать еще годичное применение То есть, не ожидаясь прогрессирования, не оставляя учебную опцию переходить? Нет, да, мы эту возможность предусмотрели и оставляем ее для тех, кто уже получил сейчас капицитабин. Спасибо за развернутый ответ. Ну, а Москва, как я уже похвасталась, имеет эту возможность уже на протяжении всего 22 года, и вот я вам говорю, уже 8 девочек у нас получают аллопариб в качестве одевантного лечения, это прям для нас. А вот Ирина Егоровна уникальная доктор, которая конкретно эту пациентку имеет. Представляете, на всю Москву всего 8, а у нее, у вас одна или две девочки? Одна. Одна. Ну вот, видите, так что Москва через год уже сможет отчитаться, как, что произошло с этими 8 уже включенными девочками, и мы сможем это презентовать и делиться своим собственным опытом. Но у нас, видите, у нас еще и возможность объемациклип давать гормон позитивным. Вот. Уважаемые коллеги, есть какие-то вопросы? У нас же наверняка есть возможность в чат что-то написать. Это я, наверное, технических организаторов могу спросить. Есть у нас что-то в чате? Потому что я вижу нет. Я тоже не вижу. Но, тем не менее, я думаю, что те, кто подключались к нам сейчас, подключились или потом будут слушать в записи, найдут что-то важное для себя конкретно, для своих конкретно пациентов. Но, наверное, в заключении я бы позволение моих коллег еще раз бы резюмировала, что мы имеем для БРК ассоциированного ракомолочной железы дополнительную высокоэффективную теперь лекарственную опцию. Мы имеем возможность назначения вот пишут, что все понятно, емко и спасибо. Мы имеем возможность использования парк ингибиторов. Если спросить меня, когда и кому я при метастатическом БРК ассоциированном ракомолочной железы буду рассматривать назначение парк ингибитора, отвечу то, на чем делала акценты. Максимально ранняя линия, а особенно у тех, у кого вот здесь и сейчас нужно получить объективный ответ. Более 60% ожидаемого объективного ответа это очень важный показатель, когда мне нужно сократить объемы вхлевой массы, добиться симптоматического эффекта. И у меня выбор стоит дать комбинированную химиотерапию карбопак или талазопориба, потому что по ожидаемой скорости наступления ответа, по качеству жизни, это было хорошо изучено в обоих рандомизированных исследованиях, мы видим, как быстро и в большей степени выраженности, чем химиотерапия по выбору врача, улучшалось качество жизни и длительность этого сохраняющегося качества жизни была выше при использовании ПАРП-ингибиторов. А вот то, что Михаил Евгеньевич показал, 16 месяцев сохранения ответа, причем какого ответа, тоже позволяет нам говорить о том, что это значимо превышает известные нам лекарственные опции в виде химиотерапевтических режимов. Ну, наверное, если Михаил Евгеньевич и Ирина Егоровна хотят что-то еще одним словом сказать в заключении, давайте скажем и попрощаемся с нашими слушателями. Ирина Егоровна, давайте вы по праву девушки вперед. Да мне на самом деле нечего, наверное, добавить более полно. Я тоже считаю, что Аллапарип это очень хорошая опция, которая есть у нас сейчас в руках и для лечения метастетических заболеваний и одевантной терапии, что тоже очень важно. Поэтому по возможности очень хорошо, что у нас есть возможность использовать этот препарат. Спасибо. Михаил Евгеньевич, ваши пожелания. Я бы со своей стороны только скажу, что я очень доволен проведенным сегодня вебинаром. Вы напомнили емко, действительно емко напомнили о тех преимуществах назначения таргетной терапии, когда она нужна. Сегодня осветили очень важную тему назначения как можно более в раннюю линию. Уже мы говорим сегодня об одеванте назначения Аллапарипа. То есть возможно, что скоро мы будем уже говорить о ней о одеванте. Я не знаю. Наверное, куда-то... Ну, не знаю. Вопросы, пока не будем собегать, но тем не менее сегодня мы еще раз убедились в том, что назначение своевременно той терапии, которая действительно нужна пациенту, может значимо повлиять на качество, на продолжительность жизни, собственно, чем мы с вами и занимаемся все эти годы в лече наших больных. Спасибо вам большое за это. Спасибо всем большое. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров Н.